Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Президент расскажет об итогах расследования январских событий. Об этом сообщил его пресс-секретарь Береку Али на своей странице в Facebook. Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана. Как рассказал Касымжмар Тукаев накануне в интервью телеканалу «Казахстан», вся информация будет опубликована, скрывать от народа ничего не будут. Другим темам. Школьную программу по математике обновят. Такое решение принято на Республиканском съезде математиков. В Караганде собрались 300 лучших педагогов страны. Как и в какие сроки пройдет реформа, в этом наш следующий сюжет. Учитель математики Татьяна Мельникова работает в школе 32 года. Признается, последние пару лет королева наук стала совсем недоступной для школьников. Особенно старшие классы безумно перегрузили, внесли очень много материала из вузовской программы. Дети, честно скажу, не исправляются, просто по объему не исправляются, не хватает времени. Темы, которые раньше проходили в 7-8 классе, согласно нынешней программе, проходят уже в пятом. И усвоить их дети не могут в силу возраста. В результате это в целом влияет на отношение к предмету, говорят учителя. Поэтому на съезде 300 лучших математиков страны приступили к решению непростой задачи улучшить качество преподавания. Мы должны обновить школьную программу математики, чтобы она была очень понятная, чтобы там было время для закрепления, для повторения, чтобы там была преемственность. Я подписал приказ, создали рабочую группу, включили туда лучших методистов, методологов, учителей математики, представителей высшей школы, и они уже начинают над обновлением этой программы. С внедрением новой программы обещают не спешить. Предположительно, она начнется лишь в 2023 году. До этого запланировано всестороннее обсуждение и опробирование. К этому времени, по прогнозам Министерства образования, за счет увеличения грантов в вузах и заработной плат решится вопрос и дефицита учителей по этому предмету. Милана Чаус, Айран Акамбаев, Аслан Демизбаев, Хабар, 24, Карганда. Второй год не могут получить ключи от квартир жители Кустанаев. В квадратные метры люди вложились по госпрограмме, но обещанные сроки сдачи дома постоянно сдвигаются. Их уже переносили трижды. Несостоявшиеся новоселы обращались с жалобами в Акимат, и там в очередной раз озвучили новую дату ввода многоэтажки в эксплуатацию. Заселиться в свою квартиру Таншул Панцаленова не может второй год. Семья с тремя детьми вынуждена снимать жилье. Очередная зима подкинула проблем в новостройку. Здесь был потоп, потому что трубы лопаются, дом весь промерз, под ногами лед. Сколько это может длиться? Мы внесли необходимую сумму в банк, прошли конкурс, и в итоге еще тратимся на аренду квартиры. В такой ситуации оказались владельцы еще 60 квартир. Строительство многоэтажки затянулось. Дату новоселья переносили несколько раз. Обещали конец 2020 года в связи с тем, что застройщик был недобросовестный. Нам в ответ в Акимате сказали, что в 2021 году в конце получим свои квартиры, либо же начало 2022, первый квартал. В том, что дом успеют сдать до конца марта, люди сомневаются. К внутренней отделке никто не приступал. Работы не идут вообще ни внутренние, ни наружные. Застройщик объясняют тем, что нет денег в бюджете. То, что было раньше стоимость 142 квадратных метров, а сейчас по 180. И то, что стройматериалы дорогие, из-за этого они не могут сделать внутреннюю работу. С жалобами жильцы неоднократно обращались в Акимат. Там объяснили, что подрядчик с затянувшей сроки больше не работает. По заявлению Акимата суд признал главного подрядчика Алматыстрой недобросовестным. Договор расторгнут. Они вовремя не исполнили свои обязательства. Долгострой Акимат внес в дорожную карту. Сейчас здесь восстанавливают теплосеть. Параллельно ведут работу по определению нового подрядчика. Срок сдачи многоэтажки перенесли в четвертый раз. Заселить ее обещают летом этого года. Наталья Строкова, Эрмек Махмедьяров, Кустанай, Хабар, 24. 72 предпринимателя Казларды рискуют лишиться земельных участков на левом берегу Сырдарии, предоставленных в аренду через аукцион. Земли могут вернуть обратно в госсобственность. Но бизнесмены сомневаются в законности такого решения, которое принято местными исполнительными органами. Почему Акимат выдал земли сначала, а теперь пытается забрать их обратно, в этой ситуации разбирались наши корреспонденты. Едиль Саркабин – один из предпринимателей, получивший земельный участок через аукцион на левом берегу Казларды. Он планировал построить здесь современный бизнес-центр. Но городской Акимат не утвердил эскизный проект мужчины. А спустя год даже подняли вопрос о возврате земли. В положении штаба указано, что аукцион был проведен якобы незаконно и не соответствует генеральному плану. Поэтому земли выданы незаконно. Я считаю, что это все отговорки. Бизнесмен утверждает, что Акимат не предупредил заранее, какой именно объект должен быть построен на участке, полученном через аукцион. Между тем, в городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что все земли распределили в рамках закона. Но областной Акимат с этим не согласен. 72 земельных участка мы выделили на законных основаниях. Все соответствует генеральному плану. Однако рабочая группа областного Акимата не придала этому значения, и земли намерены вернуть в государственную собственность, полагая, что они не соответствуют генплану. Комментировать проблемы в областном Акимате сразу не стали. Сотрудники пообещали для начала изучить вопрос и предоставить ответ в ближайшие дни. В целом, областной штаб по реализации проекта развития левобережья Сардари решил, что необходимо вернуть обратно в госсобственность 72 земельных участка. Однако представители палаты и предприниматели считают, что нужно проверить законность этого решения. По решению областного штаба ведется работа по возврату земельных участков. Мы со своей стороны направим письмо в областную прокуратуру на основании протокола заседания совета и рассмотрим полномочия областного штаба. Проблему утверждения эскиза строящихся зданий изучат и в агентстве по делам госслужбы. Для этого предприниматели, столкнувшиеся с административными барьерами, должны обратиться в этот компетентный орган. Анастасия Сулейманова, Нурлан Жакоббеков, Альхайдар Турлыханов, Козларда, Хабар-24. К новостям в мире. Больше ста автомашин столкнулись на крупной автомагистрали в США. Причиной массового ДТП стал мощный снежный шторм, обрушившийся на большую территорию Запада Америки. Из-за непогоды на трассах образовались длинные пробки. Местные власти просят жителей воздержаться от поездок на дальние расстояния. Пробки образовались также на скоростной автомагистрали Чикаго. По прогнозам метеорологов, сильный снегопад может продлиться еще несколько дней. Тысячи людей остались без электричества в Польше из-за сильного ветра. Ураган сорвал крыши с десятков домов. Есть пострадавшие и погибшие. Так, в Кракове на одном из строительных объектов упал 30-метровый кран. Двое строителей, работавших на крыше здания, получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще два человека пострадали. В окрестностях города ветер повредил дома, повалил линии электропередачи и деревья. Местных жителей призвали не покидать свои дома без особой надобности. Вихри были здесь не больше пяти минут, но этого хватило, чтобы разрушить всю улицу. Мне показалось, что дом вот-вот разрушится, а с неба на него падают огромные камни. Деревья, вырванные с корнями, перевернутые автомобили и сорванные крыши. На Германию обрушился мощный ураганный лень. Скорость ветра местами достигала 150 км в час. В разных регионах власти сообщают о десятках пострадавших. Три человека погибли. Тем временем пожарные Берлина уже выполнили 1300 выездов и продолжают расчищать дороги от поваленных деревьев. Добавлю, из-за разгула стихии в семи регионах Германии остановили поезда дальнего следования. Опаздывали самолеты. На автобанах наблюдались огромные пробки. В целях безопасности во многих городах закрыли школы. Жители Германии просят набраться терпения. В страну сегодня надвигается новый ураган. И по прогнозам он будет более разрушительный. В 2 часа ночи ураган Елене дошел до Берлина. Сразу после этого мы зарегистрировали огромное количество вызовов в пожарную службу. И уже через полчаса нам пришлось объявить режим чрезвычайного климатического происшествия. Мы советуем всем жителям города оставаться дома. Если на ваших балконах есть, к примеру, горшки с цветами, советуем их убрать. Соединенные Штаты могут ввести санкции против России без военного вторжения в Украину. Группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект с новыми ограничениями. Речь идет о возможных санкциях против швейцарской компании, оператора проекта «Северный поток-2». Документ также предусматривает оказание дополнительной помощи Киеву в случае обострения ситуации. Кроме того, республиканцы предлагают ввести ограничения на работу иностранных финансовых учреждений, которые продолжат сотрудничать с российскими банками, находящимися под санкциями. Однако, удастся ли принять такие меры, пока не ясно, поскольку демократы сейчас контролируют обе палаты Конгресса. Лидеры Сената из двух партий накануне смогли договориться только о принятии необязательной для исполнения резолюции о солидарности с Украиной. Возможность исключения энергосектора из пакета санкций против России на случай ситуации в Украине рассматривают страны Евросоюза. Инициатором выступила Италия. Блумберг сообщает, в прошлом месяце Рим направил в Еврокомиссии неофициальный документ относительно возможного влияния санкций на экономику Италии и призвал наложить рестрикции на отдельных россиян. Страны также, в числе которых Франция, Германия, опасаются негативного эффекта для банковского и сырьевого секторов экономики. Между тем, глава иностранной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что проект пакета санкций против России готов, и он будет предложен уже в случае необходимости. А между тем, шесть европейских стран призвали Россию отказаться от признания Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ подписали Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания, Норвегия. В противном случае это может привести к нарушению Минских соглашений. Владимир Зеленский заявил о нежелании размещать в стране иностранных военных с чужими флагами. В интервью для РБК «Украина» он отметил, что это может привести к дестабилизации ситуации во всем мире. И добавил, цитирую, «Мы не хотим давать лишний повод России говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать», сказал Зеленский. В Киеве благодарны западным партнерам за поддержку, уточнив, что их помощь заключается фактически только в поставках некоторого вооружения. И при этом украинский лидер подчеркнул, что осознает, что партнеры помогают себе. Напомню, ранее Зеленский потребовал гарантии безопасности для Украины от России и США и добавил, что в первую очередь документы должны подписать Москва и Вашингтон. Эти гарантии не должны уступать тем, что предлагают странам НАТО. Продолжим выпуск. Собственные черные списки могут появиться у отечественных авиалиний. Соответствующие поправки в профильное законодательство разработали в Комитете гражданской авиации. В реестр могут попасть люди, которые отметились правонарушениями на борту. Если их вина будет доказана в суде, то авиакомпания вправе запретить пассажиров впредь летать на своих рейсах. Также на отраслевом совещании авиаперевозчики обсудили проблему с поставками авиатоплива. В ведомстве отметили, что ситуация стабилизировалась. Но в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития продолжают искать решение вопроса совместно с Минэнерго. В Жамбылской области зафиксирован факт незаконной реализации рыбы на общую сумму примерно 2 миллиона тенге. В Таразе задержали мужчину, который пытался продать более 300 килограммов сазана. В ходе проверки у него отсутствовали документы, которые подтверждали законность происхождения рыбы. Улов изъяли, составили протокол и направили в суд. Обеспечить казахстанцев предпенсионного возраста работой намерены в Минтруда и Соцзащиты. Там заработал проект под названием «Серебряный возраст». В рамках программы предпринимателей и госорганизации обязывают открывать новые вакансии. И насколько такие условия привлекательны для работодателей, об этом думают эксперты и их мнение у Алишера Накипова. Галия Журсиновой в этом году исполнилось 59. Последние три года медицинский специалист с многолетним стажем не может найти работу по специальности. По словам женщины, в 2019 году руководство одной из столичных поликлиник попросило ее освободить место, ссылаясь на достижения пенсионного возраста. В 2010 году я переехала в столицу. Работала медсестрой в одной из школ города. Тогда ее обслуживала поликлиника номер 7. Проработала я там 9 лет, пока меня по решению главного врача не сократили. Это решение преподнесли под видом того, что мне пора освободить место для молодых специалистов. С тех пор я перебиваюсь временными подработками, потому что никто не хочет брать меня на работу. И таких как Галия по стране десятки тысяч. По мнению экспертов, казахстанцам предпенсионного возраста в сегодняшних реалиях найти работу практически невозможно. Если вы к 45 годам остались без работы, то вероятность дойти в дальнейшем работу, она в общем-то стремительно приближается к нулю. Так уж получилось, что у нас не любят как раз-таки достаточно пожилых, скажем так, возрастных сотрудников нанимать. Всем нужен человек с опытом работы, с достаточно хорошим опытом работы, с достаточно большим бэкграундом. И при этом, чтобы он не был при этом достаточно старым. То есть это где-то вот в пределах от 25, где-то до 35. Специально для граждан предпенсионных лет в Министерстве труда и социальной защиты разработали проект под названием «Серебряный возраст». Планируется, что он одновременно будет решать проблему возрастного ценза и безработицы в стране. Предприниматели не смогут просто устроиться искателя на любое вакантное место. Им нужно будет создать новое. Тяжелый неквалифицированный труд предлагать не будут. Половину расходов по зарплате возьмет на себя государство. Именно так правительство намерено заинтересовать бизнес. В течение первых 12 месяцев заработные платы участника данного проекта будут субсидироваться за счет средств бюджета, но не более 30-месячных расчетных показателей. Если, к примеру, взять, что работодателям установлены заработные платы в размере порядка 200 тысяч тенге, из них более 90 тысяч тенге будут субсидироваться за счет бюджетных средств. Выделять субсидии предприятия будут только в течение одного года, но по завершению финансирования уволить такого сотрудника никто не сможет, заявили в Минтруда. А для того, чтобы участвовать в проекте «Серебряный возраст», каждый желающий должен официально зарегистрироваться на бирже труда как безработный и только потом оставить заявку. Участвовать в программе можно только за два года до наступления пенсионного возраста. Предпенсионным возрастом по закону считается два года до выхода на отдых. Точное количество безработных именно для этой категории населения в Министерстве труда и социальной защиты назвать затруднились, отметив лишь, что по данным Бюро статистики в стране не работает более 65 тысяч человек в возрасте от 55 до 64 лет. В Минтруда планируют ежегодно трудоустраивать до 5 тысяч людей по программе «Серебряный возраст». Эта программа рассчитана до 2025 года. В столичном центре занятости отметили, что уже начали обрабатывать первые заявки по программе. 17 февраля у нас стартует этот проект. Мы принимаем прием заявок. На данный момент заинтересовались проектом 18 организаций. Из них 25 рабочих мест. Следить за вакансиями можно на портале yenbek.kz. Альшер Накипов, Растанбек Оспанов, Хабар 24. Необычный робот по имени Джитта появился на улицах британского Ньюкасла. Аппарат движется за человеком и несет за него покупки. В багажный отсек помещается до 18 килограммов груза. С помощью бортовых камер и технологии распознавания машины следует только за определенным объектом. Робот пока работает в тестовом режиме. Стоимость его составляет примерно 3 тысячи долларов. Было бы здорово, если такой робот будет носить покупки. Особенно, когда одновременно несешь зонт, телефон и сумку. На нем также можно посидеть, если вы устали. Британские ученые также создали робот-анализатор зерна. Погружаясь в груду семян, дрон определяет их качество. Уровень влажности даже уничтожает вредоносных насекомых. Разработчики уверены, что изобретение сэкономит миллионы тонн пшеницы, поскольку только на этапе сохранения ежегодно теряется четверть урожая. Робот даже облегчит работу людей. На этом мы закончим, но немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова